Проверить два чемпиона мира, правда, черный не играет для нас, он через два года станет чемпионом мира в парсе Советной Софии в 2005 году. А Топалов тоже станет чемпионом мира, но чемпионом мира Фиде. А потом он будет, Грибужинов провел матч названия абсолютного чемпиона мира между Топаловым и Крамниковым, в Алисте они играли в 2006 году. И если бы Топалов был, то он стал настоящим чемпионом мира, но он проиграл матч Крамникову, и Крамников сохранил свое звание и даже был назван абсолютным чемпионом мира, потому что тогда, если помните, были две системы, был чемпионом мира одновременно и Каспаров, и Карлов одновременно, потом Карлов. И потом появился Крамников, и Карлов, и так все это путалось, 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 и Топалов выиграл чемпионом мира, но без участия Крамникова, поэтому он не был полнадцатым чемпионом мира, и Майкл назвали вторым чемпионом, он проиграл. Но эта партия сыграна немножко раньше, и ее как раз Топалова красиво выиграл. Белые выиграли Топалов, и Крамниковым, и она, Софий, 2005 год. Д-4, К-6, С-4, Е-6, К-3. Черный сыгран В-6. Но вы знаете, что если черный сыгран В-6, то будет новый низкий защит. Развитие ферметирования Сапарыни-Па, это только ферметирование Слона, это ведет к новой низкой защите. Беда сыгран В-3, черный ферметирование Слона, и беда ферметирование Слона на Сукуку. Они занимаются сыгранами ловы, почти ловы, поляка 7 и Ж-2. В Ж-3 есть Слона 6. Здесь Слона 6. Здесь иногда играет Слона 7, иногда играет Слона 6. Идея ходит в том, чтобы беды как-то защитили пешку. Ну, ходом В-3, ходом В-2, в принципе, кому-то черный сыгранит это. Но, на самом деле, они вызывают некоторые изменения в структуре беда. Потому что, если беда-2, если беда-2, то не очень хорошо на бедах, и они охотнее на коня на С-3. А если беда-3, как вот в арте, то нельзя хорошо, что беда-3 стоит. Поэтому, такой ход, на самом деле, не является потерей темпа. Это просто, можно так, а не просто сразу Слона 7. Ну, беда сыграет В-3, защитили пешку, у нас В-4. Черный дарит шаг, старый слону чернопорный, Слона В-4 шаг. Слона В-4 шаг. Беда сыграет Слона В-2. Ну, на пары на Слона, Слона Слона 2-7. Опять-таки, кажется, что потеря темпа, а не потеря, потому что Слона В-2 здесь перифрил артерии, колю, ферлюзию, поэтому все равно Слона потом будет уходить. Слона Е-7. Ну, и белый, собственно, закатит рождение в конь С-3. Конь С-3. С-6 черный сыграет. С-6, хотя, справедливо, 7,5 по центру. Так и было сыграно. Белый сыграет Е-4. Е-2, Е-4. Но они охватывают центр. Но это не в той ситуации, когда... Потому что на Е-4, С-6, 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 С-2, С-4, С-4, С-7, С-5. Постеполу Д-7, С-5. Белый сыграет Ферса-2. Закатит рождение, подтягивающий Д-эк-центру. Д-е. Д-5, Е-4. К-е-4. Ну и у тебя есть слон, отступленный бассейн. Трудно сказать, достижение этой или не достижение, потеря и так далее. Ну, по крайней мере, вот они как-то структуру белых изменений, может быть, и тут устраивают. Но эта матрица, кстати, затерялась много раз. И тут обычно играли слон же два, и заканчивали радиусы две, заканчивали радиусы черные, и черные получили хорошую игру. Добавал, по-частью, оттуда же молодец, и ему хочется сразу какие-то инновидические действия проводить с дебюта, и он сделал ход конь Ежи-5. Конь Ежи-5. То есть, незаботничьи еще разъезжает, и словно, пока стоит на месте, а он уже присматривается в короля черных. Вот, например, если здесь пойдет, он может быть в шесть, то сразу, пожалуйста, неприятно, наверное, на 7. Если вы берете королевы, конь Ежи-5 шаг, потом Хэж-6, там вот, мотворки все в семь, и, ну, форсивные не будут говорить. И, наверное, нам очень плохо, поэтому, вот, не требуется, чтобы порогнать коля. Керны сыграли все 6,5. То есть, они пров 110 дебюта проживутся, чтобы оживиться у ушера, взаполв Zusammenck. Белопольный ваш, понимаешь, у هي у dieserrentreccionesuh. Но белый и bld еще один, энергичный ход. И потому, что не для владея есть такой год. Сн Lopez-Zone ушел вокруг себя. А вот белый и бld еще один энергичный ход. Они перекрывают, как движение этого слона, дебюта на них. Жажет, ближе отм fais day. Такой ход энергичный. Кажется, что черный мой в 8-10, ЕД, СД, теперь они здесь на Д-5 отказали бить, потому что ловер Д-3, там был сломан, связан неприятно, король там все не подострял, они вешали на всякий случай тогда из-за чего на коня и сыграли А-6, там надо взять играть. А пока не играли, через 2 года, ну, в 8-10, например, А-6, и здесь стопала продолжает очень нелегичная, очень неожиданно, вот, а коня жертвы на ровном месте, ну, такая идея была раньше, что здесь гадалось бы, и коня-то в 7 играет, красивые жертвы коня, видите, в стиле, как говорится, старых пустыров, на ровном месте конь, жертвы, здесь рассчитать все варианты для конца невозможно, поэтому, часто такие жертвы называются ингредиенты. и они, так как говорится, активными, то есть просто обнажается черной король, белая фигура активизируется, но непонятно, ну, это какая-то пасация, фигуры-то нет, Я думаю, что здесь до конца варианты, которые есть в ВЗК, и ГК мы не можем посчитать. Начиная с этой позиции. Ну, Кутабау какой-то речный стиль. Ну, надо быть не в семье, иначе мы в Станладееве, Винха. Какой-то в семье. Белый делает тень и ход. Просто играет в ВНГ. Нет, ну зачем? Надо хоть что-то подтянуть. Просто играет в ВНГ. Совершенно неожиданно. Длинный оттенок. То есть, просто поработает только фигуру, но король черных опасностей на это и расчет. Белый порядок у него оставлено. Но ничего конкретного. Черный делает неплохой на вид фрус. Он дышится, не блокирует эту пешку, чтобы она не двинулась дальше. И слона подтягивается в центр. Белый продолжает свою билоборную стратегию. Вводит в игру коня, коняш-четыре. Коняш-четыре. И тут еще даже шесть. Видите? Выберут с поля. Коняш-четыре. Здесь потом смотрели. Они сами части канализировали. И показывают, что после коня шесть, черные предыстрали исчезать. Но после коняш-четыре. Но такого коняш-четыре не было сделано. Но требуется анализ, конечно, какой здесь. Вот лучше, чтобы установить. И черные сыграли. Сограли. Они слона потянули. Слона с 8. Эти парень беды ослабленные. Коля хотела потянуть пять. Они потянули слона. Кажется, что это не плохо. Потому что я даже и поле 5 присылал. Куда бы я хотел прыгнуть. И поле 6. Но беды просто играют без фигура. Они продолжают тратить. Просто спокойно играют на 2-1. Это, конечно, большое достижение Топалова в этой партии. Он просто играет без фигуры. Имея за ним сразу движку. И непонятно, что сумеет ее доказать. Вот здесь она сыграла. Здесь хладеев 8. Она была двойчей. С тем хладеев 8. Когда она была связана, что после первого шага, король Ж8. Король Ж8. Здесь пешки теряются. Вот это. Ну две пешки. Тобаса Розовичу король бегал. Из Цезара. И черты могли надеяться на защиту. Вот. А. Значит. Третья. Третья. Ну так надо было пройти. То есть убежать на угол. Сыграть на 1-8. Шах. Розовичем. Отдать 2-я крышка. Смолить 2-я крышки. Ничего. Играть можно. Но король их победил. А они, естественно, в ходе 6. Хотя, когда подтянуть в центр. И тут такой B4 может быть. И вот этот ход, конечно, позволяет белым различить сильную атаку. Причем опять победа поляга. Белые поля. Белые поля отношены вокруг черного короля. И белые находят. Они не играют. Может быть. И шаг может попадать. Они находят очень интересный удар. Они просто же составляют за ним по двойку. А здесь есть. Белые поля оставлены вокруг черного короля. Если здесь пить, то, во-первых, как он конец ее. И потом... Если не из дважды пить, то это все. Это слово сочетает. Шаг еще очень мощный. И в королевшем они вышли. А я потом войдет. В этом беде нельзя. Ну, черный сырами B4. B4. Ну, с словом бегом пока не нужен там. Они его отдают. Для того, чтобы будет от этого. Соберев. И играет победу поляга. А слона подъехать на C4. Теперь... Теперь если сюда побить, то пешка куда-то заменит. Заменит слона. И тоже будет очень опасно. Королю далеко не убежать. Потому что, если королю будет нужен 8, то будет и 7 шагов. Пешка побывала сюда. Потом будет и 7 шагов. А если король не отпустит, то будет и 6 шагов. Если король... То есть все время... Ну, если в данный период, то после D нет хороших ходов. Король A8 взять и 7 шагов теряется. А ведь на король A8 кончат 6 шагов. На король A8. Тут король остался в центре. И вы потянете на D8. То будет и 7 шагов. Но король в центре вообще. Здесь всего лишь на 2 гуру. Здесь уже страшная атака. Поэтому... Бить, конечно, нельзя. Да. Чего нас собрали Б5? 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 Понятная их задача и желание согнать слона с этой опасной диагонали. Но это спасение не приносит. Потому что белый просто взяли. И что? Бить на E6 по-прежнему очень плохо. Потом получат шаг с C4. Коня L6 – а победно-порядка нынём мат. Да и скором у Thanos тоже короме Испирса. Приследование снова возвращается на C4. Просто... Чем нас собрали Славе 7. Соломисей, но пользуясь тем, что пока Соломисей нападает на пешку, но, как кажется, имела пешку. Но здесь пойму какой-то вдруг, конечно, полиция черной крайне опасна. Во-первых, Соломисей на ИС-7, Соломисей нашла за ладья, и за фигуру, конечно, страшная атака, но черная рассчитывает на фото БМТ-5, теперь на ИС-7 защищено, Солом защищен, ладья уже под бой, чистая ладья. Но здесь белая магистрада выиграет, и это, пожалуйста, как белая магистрада выиграет, потому что они сыграли ночью, еще понадобилось там ходов 15, чтобы давить черную. А они сразу порой, каким-то тихим ходом владеют пять, тихим ходом владеют пять, тебе приоритет 24, я гадаю, и все это горит. Что делать? Черная просьба мог упадеть в слон и в жизнь, подчинут слона. А тогда черный удар на Аш-8, перец пьет на Аш-8, и вот здесь еще один удар, уже последний. Ну, потеряли соотношение такое, белая, черная дали фигуру, но не владели и фигуры. Владели и фигуры, в принципе, это казалось, что не подписаться за фигуру. Но здесь еще надо встречать, не надо. Нет, как будто ли. Куда был удар? Как будто из-за отдать. Сейчас, по фигуру стоит, застает. А? А-а-а-а. Не понимаю, ничего. Да-да-да-да. Фигуру, конечно, помимо нашу осенью, а ледяю 36. Ну, вот в этой позиции все, что я сказал, что у черных дверей фигуры и ладья. Я считаю, что это нормальная позиция, если нет конкретных угроз, то это достаточно довольно хорошо, за счетом. Но здесь, если этот удар, белый парень северной жены, вот этот Е6, что делать? Если есть карточный Е6, то есть совершенный шар. И все, что можно, теряется. Потому что, если карточный 5, то на ней я не шар. Хотя теряется конь, тут за ним слон, карточка в центре. Ну, черные, я просто не провожу, то, что был в реальности. Какой именно позиция, он так должен быть налагом наше, чтобы спокойно выиграть, с клическими средствами. Ну, вот эти два удара порисовала большую партию, он завершил партию в свой уровень. Но, надо сказать, что Сустиану сколько-то лет? В 2007 году, когда она станет чемпионом мира, Атопалов снова добился право играть с ним, и состоится матч. И она могла стать чемпионом мира, но там уже у него ничего не вышло. Хотя и шансы были. Матч был очень ровный, и до самого последнего момента была ровная игра. На равных ушли они. И в последней партии Топалов решил рискнуть, и сделать слишком рискованный ход, и проиграл. И она сохранила два чемпиона мира. Но с тем пор Топалов, хотя он и сейчас входит, там только в сильнейшем, но теперь чемпионат мира, матч на скал, с краником, больше привлечь к нему.